Здравствуйте, дорогие слушатели! В гостях у меня сегодня, а вернее я в гостях у Анфисы Бреус, эксперта номер один по созданию и настройке блогов. Других мы не знаем. Все произошло от Анфисы. И я хочу, чтобы Анфиса, ты сегодня со мной развивала тему для студентов, что дает образование высшее, что делать после него, и дала какие-то практические, технические фишки, как можно человеку заработать не только в интернете, но и в офлане. В офлане, да? Привет! Привет всем! Привет, Илья! Вообще хорошая тема образования. У меня у самой несколько разных образований. Но я хочу сказать, что это не то, чтобы не самое главное в жизни образование, это необходимая вещь. Но так, чтобы в жизни сказать, что образование и это всё, дальше по жизни так всё и будет, то это неправильно. Потому что мой жизненный опыт именно так и показал, что на протяжении всей своей сознательной жизни до 20 лет, это большой период, до 20 лет, у меня была одна только цель решения, одна, начиная вот с тех пор, пока я себя помню, до 20 лет, это музыка. Я всю свою жизнь посвящала музыке. Я обучалась в музыкальной школе, потом в музыкальное училище, потом у меня было желание поспеть в консерваторию и так далее. То есть ничего больше другого я не видела. Были гастроли там с хором и так далее. Такая у нас просто не совсем музыкальная школа была. Мы гастролировали, на конкурсах участвовали. Вся моя жизнь была в этом. И я думала, что ничего другого в жизни мне не надо. Даже в том, что в школе, в школе я заявляла учителям по математике, что зачем мне ваша математика, когда я пою, я музыкант, мне она в жизни никогда не пригодится. Английский язык, зачем мне ваш английский? С какой стати я должна его учить, когда у меня... Я талантливая, да? И я развиваюсь в этой области и хочу всю жизнь посвятить этому. И меня поддерживали родители, друзья и так далее. Ну вот не поверите, так получилось, настолько был цельный человек, да? Настолько получилось, что в одночасье жизнь просто перевернулась. А что поспособствовало этому? Честно? Да. Ну, я встретила мужчину, будущего своего супруга, который, ну, на самом деле, я ему вам многим очень обязана, тем, что 20-летние девчонки просто перевернули мозги с головы на ноги или с ног на голову, как там правильно сказать, потому что это был, это и есть, да, настоящий бизнесмен с пониманиями бизнеса, с жизненной позицией бизнесмена. И, конечно, не сразу эти мозги перевернулись постепенно. И это вот послужило тому, что я поменяла и профессию, получила другое образование и не боялась учиться в более позднем возрасте и так далее. Но уже тогда, тогда я, допустим, не выбирала профессию как вот по чувству, да, ой, хочется вот учиться. Я уже думала, ага, я хочу заниматься тем-то, тем-то и тем-то, значит, для этого мне нужны вот такие-то, такие-то знания. Так, где я могу их получить? Ну, первое. Ну, к сожалению, общество у нас такое, что если я хочу чего-то добиться, мне нужно показать корочку. Значит, я должна пойти в институт вот на такую-то специальность. Это было совершенно осознанное, хладнокровное решение. Совершенно хладнокровное, да? Я понимала, что мне нужно. Это уже было после 20 лет. Я очень поздно получила высшее образование. Второе, да? Первое, музыкальное. А первое ты во сколько закончила, получается? Получается, поскольку музыка вот так все развивалась, это было мне уже 20 лет. У тебя уже было высшее образование в 20 лет. Ну, это нормальный возраст, как раз все и заканчивали. Да, но второе, я ни дня не проработала музыкантом. После того, как я закончила, получила музыкальное образование, я пришла в школу. Все, что мне светило, это 90-е годы были, да, 97-й год, 96-97-й. Все, что мне светило, это преподавательская деятельность в школе, в лучшем случае музыкальной школе. И когда я пришла на практику в школу, и помню, иду я по коридору, и разменял звонок на перемену. И я иду и вижу со всех классов толпами выбегают дети. И все они летят на меня. И кто-то летит на меня с криками «Трансформируюсь!» Или что-то в таком духе. Все, я вот с этого момента поняла, что преподавателем я не буду. Одного-двух детей я могу выдержать, но когда их очень много, я боюсь, да, я боюсь, что я не справлюсь. Вот, и вот как бы так все сложилось, вот спался человек, мой будущий супруг, который поменял мои мышления, и полностью поменялся. Я получила второе образование экономическое. Ну, опять же, подумать надо было, что выгодная была специальность, может быть, я буду больше получать денег, да, бухгалтер, тра-та-та. Но уже в институте я поняла, что быть бухгалтером, ну, то, что скучно, ну, как-то ну, совсем не весело. Но я все-таки закончила, получила образование, и у меня всегда вот было такое в голове. Зачем вообще, собственно, высшее образование? Ты задал вопрос, да? Зачем оно нужно? На самом деле, оно не нужно для того, чтобы получить некую специальность. Мы сейчас говорим, как по факту есть правду. Правда. Не то, что говорят в институтах, когда... Раскроем оправду. А вот что на самом деле дает? Да. Не специальность оно дает. Уже, вот спросите любого специалиста, который проработал на том же заводе инженера. Что вам скажут? Первое скажут, забудьте все, что вы проходили в институте. Ёлки-палки, зачем вы проходили все это? Ну, вопрос, зачем? Зачем вы потратили пять лет, если я должен прийти в инженеры и должен все забыть? Тогда зачем нам дается образование? Вопрос. А образование лично для меня дается для того, чтобы научиться... учиться. Хорошо. Научиться, учиться. То, что произошло уже после института и то, какие я знания стала приобретать, оно не имеет отношения к институту. Оно просто имеет отношение к тому, что я просто научилась искать информацию, ее анализировать, систематизировать, выбирать то, что мне нужно, применять на действии и так далее. Вот этому я научилась. Хорошо. Здорово. Ценный навык. Очень. И смотри. Это же не единственный вариант, как можно научиться учиться. Можно открыть свой бизнес или пойти на работу и работать все эти пять лет, перепробовать разные специальности, найти себя, научиться учиться. Институт все-таки не единственный такой вариант. Так вот, если когда ты знаешь истинную цель института, ты понимаешь, что ты действительно можешь этому научиться в других местах, тогда сама цель просто получить образование, образование ради образования, она ноль на ноль-ноль, да? Все, исчезает. Чтобы быть на какой-то более-менее приличный уровень и обогнать конкурентные гонки других людей, нужно научиться учиться. Это обязательно. Но как вы это сделаете, только уже ваш выбор. Вы можете пойти в институт, понять, что там ничего хорошего вам не светит. И начать учиться заново. Да, начать учиться заново. Вы можете перепробовать кучу работ и найти свое любимое дело. И тогда обучение само будет происходить, само по себе. Вы можете бизнес открыть, да? Ты первое образование музыкальное получила, второе бухгалтерское. Бухгалтерское. Ни разу не работала ни музыкантом, ни бухгалтером. А еще какие-то получала? Дальше, вот я тебе говорю, началось после института, начался процесс самообразования. То есть, что получилось? Я загорелась идеей английского языка. Мне вдруг стало очень интересно, то, что было неинтересно в школе, стало вдруг интересно в 20, пардон, 6 лет. Вдруг стало интересно английский язык, почему бы и нет. Я стала его учить, изучать и так далее. Доучилась до того, с таким остервенением, с таким рвением я все это учила, доучилась до того, что стала гидом переводчиком. Почему-то неплохо, да? С плохими отметками в школе по этому предмету. Гидом переводчиком. Это первое образование, самообразование. Да, причем, смотри, при первом самообразовании ты это взяла и применила в жизни. Да, да. А предыдущие, интересно, это было потому, что горение изнутри, это было желание жуткое. Через какое-то время мне вдруг немножко стало скучно тоже. Ну, все уже, ну, про город я опять знала, я в Петербурге была гидом, все знаю, все уже, ничего нового и так далее. Нет какого-то развития, и вдруг однажды мне попадается книжка. Как создать веб-страницу? В HTML. Но это была очень смешная на самом деле ситуация, потому что это никакого отношения не имело к тому работе, которую я вела, к бизнесу, да? Переводы, там, переписка с клиентами и так далее. И вдруг вот HTML. Ну, знаешь, от скуки сижу такая за компьютером, чип-чип заняться. Появилась книжка, полистала, понабирала, получилось, вдохновилась. И в итоге полгода, ну, нет, не полгода, месяц я скрывала то, что я увлеклась новой вообще идеей. Потому что это было, конечно, непонятно. Ну, для людей было бы необычно вообще специальности не похожие на то, чем ты начала заниматься. Но самое важное, вот я говорю, мне просто повезло, вот с супругом повезло, с родителем повезло, с теми людьми, которые меня поддерживают, понимаю, да? Повезло. Повезло, да. Но повезло в том, что они всегда, в принципе, меня поддерживали и давали возможность заниматься тем, что мне нравится. Ведь в итоге, когда из хобби, из чего-то превращалось во что-то вот серьезное, да, и люди начинали в меня верить, с этого в итоге получали мне доход, как и сейчас произошло. То есть техническая часть, она выросла и практически из хобби. Смотри, а если вот взять твою жизнь, то, что ты испытала, прожила, хотела бы как-то ты это оптимизировать? Вот если бы у тебя была возможность перевожить свою жизнь на другого человека и как-то оптимизировать это, чтобы ты дошла до той точки, где ты находишься сейчас, как-то быстрее, что бы ты сделала? Как-то быстрее? Да. Ты знаешь, вот в мирном бойне есть такая интересная фраза, интересен сам процесс, а не результат, потому что там в конце, смотрел этот фильм. Вот в принципе, наверное, не хотела бы ничего я переложить, но я поняла, к чему ты клонишь, поэтому скажу так, что если хочется достичь более быстро результата и более эффективно, то, конечно, нужно искать людей, которые этим делом уже занимаются и понимают в этом деле. Это обязательно. Нужно с этими людьми общаться, впитывать их опыт и брать у них, не знаю, уроки, да, вот всё что угодно. То, что может помочь развиться быстрее. Здорово. А вот ты сейчас путешествуешь, приехала в Таиланд на сколько месяцев? Ну, планировали на три. На три, а оказалось? Оказалось уже шесть. Шесть месяцев и назад не собираешься? Нет, нет. Более того, мы продлеваем сейчас визу на год, и нам тут так понравилось. Ну, мы приехали сюда, знаешь, таким расчетом. Мы раньше по Европе путешествовали, а потом приехали сюда, и незнакомая страна, всё-таки такое мнение, всё-таки, ну, Азия, ну, может, не совсем тут цивилизация и так далее. Вот, и мы с таким расчетом, что мне понравится, сразу уедем, уедем, да, в Европу, нашу любимую Европу. Ну, как точно понравилось. Так понравилось, что остаёмся на год. Уже второй дом твой. Да, да. Как ты считаешь, может ли студент в 19-20 лет выйти на тот уровень дохода через интернет, чтобы у него была возможность путешествовать в Таиланде? Знаешь, а что выдумывать-то? Такие люди уже есть. Ну, что говорить, может или не может? Ну, давайте представим. Конечно, может. Есть такие люди, есть гораздо более младшего возраста, которые не едут, потому что их папа с мамой не пускают, маленькие ещё, но они делают. На Западе это вообще очень всё сильно развито, поэтому, конечно, можно. Главное, ну что, наверное, главное просто цель иметь, желание это, ничего не бояться. Не бояться ошибаться. Это и будет твоим советом. Возможно. Это был следующий вопрос? Да. Тогда я его расширю. Да. Конечно, да, нужно, ну, это уже все говорят, на самом деле, выбрать любимое дело. Но я хочу сказать, как оно вообще выбирается, любимое дело? Вот сядьте на минутку и просто задумайтесь о людях, у которых есть хобби. Наверняка в вашем окружении есть такие люди, или, может, у вас у самих есть хобби. И неважно, какой вы, разговорчивый человек, застенчивый, или вы коммуникабельный, у вас много друзей или мало друзей, абсолютно неважно, у вас есть хобби, у вас есть то, что вас увлекает, что занимает всё ваше время в голове. Любую свободную минуту вы тратите о том, чтобы думать об этом, фантазировать об этом, и, не знаю, новые идеи генерировать, идти вперёд, где-то что-то читать, узнавать. Открываете интернет, вы первое, что набираете в Google.com, это ключевые слова по вашему хобби. Вы полностью горите, и вы каждый день думаете, как бы ещё освободить немножко времени, чтобы ещё позаниматься любимым делом, там, я не знаю, это неважно что. И представьте, вот вы попадаете в компанию, и вам вдруг задают вопрос по вашей любимой теме, что с вами происходит. Окружающие могут описать эту картину так. У него загораются глаза, у него не закрывается рот, и все говорят, господи, зачем вы задали этот вопрос. Вот это и есть ваше любимое дело. Нужно заниматься только тем, что вы действительно любите. И вот определить это очень просто. Мурашки должны, похоже, идти, когда вы говорите на свою любимую тему, когда вы говорите о ней часами, и все уже разбежались, уснули, а вы всё продолжаете говорить. Только это дело принесёт доход, прибыль, даст вам новые идеи, как на этом заработать. Не то чтобы заработать, деньги это уже побочное вашего любимого дела. Они будут сами собой, вы даже не будете думать, где взять деньги, они будут сами поймяться. Так что первое любимое дело. Ищите и найдёте. Всё. Спасибо, Анфиса, это была самая крутая рекомендация, которую я слышал. Спасибо. Студенты, применяйте, и удачи, увидимся в следующих видео. Удачи. Спасибо, Игорь, спасибо. Всем пока, удачи.